Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь себе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями. Где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее. Это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре стартовал заветный призыв. И давайте немного попризываем. Сделаем мы сегодня Х30 и попробуем поймать какого-нибудь из этих топовых рекомендованных героев. Также в игру ввели два абсолютно новых героя. И давайте посмотрим, какими эти герои вышли в релиз. И начнем вот прямо с этого. Гортус, фиолетовая пятерка, скорость маны очень быстрой. И это уже круто. Наносит 430 урона цели. 430 нормальный урон. У фиолетовых, например, есть Хонсус 5 сезона. Он наносит 425. Но есть с башни стиксы. Рэп, например, она наносит вообще 520. Из последних очень быстрых вышел на мушкетеров. Вот этот зеленый герой. Он наносит 470 с очень быстрой маной. То есть 430 это и немного, но и немало. Ну нормальный такой урон. Цель получает минус 45% обороны на два хода. Оборона снижается на минус 15% каждый ход. Вплоть до минус 60%. Срез брони в минус 60% это, конечно, отлично. Но два хода это реально мало. То есть там нужно постоянно будет, в общем, подгадывать, чтобы заряжать других героев. Ну и чтобы наносить максимальный урон. Но срез брони это всегда круто. Цель не может получать ману на протяжении двух ходов. И это просто крутейший навык. Но также два хода, но это реально мало. То есть, смотрите, начинается бой. Если у вас сразу сходу будет две тройки фиолетовых, вы его заряжаете, ультуете, например, в центр. Ну и просто в этот же центр пробрасываете камни, ну и спокойно заряжаетесь два хода. Это ровно такой же навык, как у Хелл, только по одной цели. Он блокирует именно набор маны, а не как, например, у Микоса, когда он блокирует вообще использование особого навыка. То есть, если будет центр готов ультовать, и вы заблокируете ему ману, он все равно ультанет. Также у этих героев появилась одна новая пассивка. Когда этот герой использует свой особый навык, он переносит последнее снимаемое ослабление статуса с себя на цель. То есть, например, если на этом герое было травление от Рейна, вот это дикое, и он просто ультует, то он это травление перебрасывает, себя снимает и просто перебрасывает. И это с очень быстрой маной. А если на нем не было никакого вот этого дебафа, то он хилит 3% здоровья. 3% не так много, на бете было 10%, но это была бы вообще жесть, если бы он постоянно по 10% бы себя отхиливал. В общем, пассивка такая интересная, с очень быстрой маной, но она будет реально работать очень круто. В целом, герой неплохой, хоть и на 2 хода это все делает, но с очень быстрой маной вполне возможно будет отлично играть в атаке. И следующий новый герой Отис, красная пятерка, скорость маны медленная, это не очень, наносит 370 урона всем врагам. 370, ну, неплохой урон. Все враги получают 543 урона от кровотечения на протяжении 4 ходов, урон медленно увеличивается с каждым ходом. То есть, это начальный, на разлиме будет 635, а когда в бою вместе с отрядами, то есть, там еще больше будет, ну, в принципе, неплохо. У всех врагов любое получаемое лечение снижается на минус 70% в течение 4 ходов. И также еще каждый ход, она будет снижаться по минус 10% вплоть до минус 100%. Этот навык работает, когда его нельзя снять, потому что у многих хилеров есть чистка, а такие герои, как Профессор, Шаайна и так далее, они вообще это никак не почувствуют, потому что они сначала убирают этот дебаф, а потом уже отхиливают. В принципе, неплохой герой с медленной маной, но в совокупности, ну, наносит, в принципе, много урона. На очень быстрые войны и турниры зайдет нормально. Также еще два новых героя четверка. Багард, скорость маны средняя, наносит 305 урона целей ближайшим врагам. 305, но неплохо. Цели враги поблизости получают минус 35 обороны на 3 хода, оборона снижается на минус 10% в каждый ход, до минус 55%. А это уже интересно, потому что у желтых героев не так много бронерезов, и если, например, нету кролика, то этот герой может играть, ну, спокойно против пятерок, с какой-нибудь фалиной, ну, и так далее. Герой, ну, скажем, уже по умолчанию полезный. И тройка, бейзл, скорость маны медленная, сразу приоритеты очень быстрые турниры. Все союзники делят получаемый урон между собой на протяжении 4 ходов. 4 хода это нормально. Все союзники получают 35 обороны на 4 хода, и она также увеличивается на 10% в каждый ход, до плюс 65%. И также все союзники контратакуют 70% получаемого урона на 4 хода, и это также все увеличивается. Максимум до 100%. То есть на очень быстрые турниры, на центр его ставите, ну, если не взять диспелл, то их вообще замучаешься выносить. Ну, на турниры вот эта тройка прям будет нормально заходить. В общем, вот эти новые герои, в принципе, неплохие, но ничего такого, ну, сверхъестественного нету. Но вот этот с очень быстрой маны такой герой интересный. Остальные рекомендованные герои здесь просто топовые. В общем, они решили мотивировать людей здесь делать призывы именно вот этими крутыми рекомендациями. Потому что остальные здесь все пятерки в этом призывы, но откровенно старые. Хотя там каких-то единичных героев еще можно прокачать. Токсикандра топовые хили с быстрой маной, но огромный ее плюс даже не в этом, а то, что в течение трех ходов она всем союзникам набрасывает небольшое количество маны. И она дозаряжает других зеленых средних героев. То есть берете Токсикандру, какую-нибудь, не знаю, Йору, которая 600% урона может наносить, ультуйте сначала Токсикандрой, потом просто два хода кубики перебрасываете, ну, и она дозаряжает уже эту Йору, и вы наносите 600% урона. Ну, это реально очень круто. В общем, она бустит остальных зеленых средних героев. Джек, он, в принципе, неплохой герой, очень быстрая мана, можно его поставить в оборону, то есть такой, можно сказать, уникальный навык. Ну, и вот эта вот пассивка в обороне реально очень неприятная. Рубин один из самых вообще лучших героев в игре, то есть наносит урон, срезает ману, еще и замедляет регенерацию маны. Можно качать и одного, и второго, и третьего, и все они будут играть. Милена также отличный герой из башни маги, за 6 камней и хилит, и снимает все негативные эффекты. То есть, хил и чистка за 6 камней, ну, это реально очень круто. А если сможете ее на Х2 зарядить, то она несет просто нереальный урон. Также у нее очень крутая пассивка, что с шансом 50%, когда вы, ну, ей ультуете, она может накинуть 10% маны. А если вы, ну, на Х2 ей ультанете, то она 100% всем накинет 10% маны. В общем, очень крутой герой. Рекомендации здесь крутые, ну, хотелось бы, конечно, поймать Рубина. Но вообще, если хоть кто-нибудь из этих героев выпадет, уже будет отлично. В общем, давайте попризываем, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! И первый призыв, давайте вот с нового героя начнем. Так, желтый, тройка, не очень. Давайте дальше. Так, Фио, опять тройка. Так, ладно. Синий, ну, Милена. Нет, гата. Тройка. Так, зеленый. Пошли четверки. Давайте дальше. Так, фиолетовый. О, ничего себе! Отлично! Вот это нормально. Так, ну, первый есть. Хотелось бы, конечно, Рубина выловить. Ну, давайте. Так, давайте дальше. Так, ну, призыв уже, скажем, удался. Так, четверки, ну-ка, пошли, давайте. Ну, из новых героев вот именно его и хотелось. Так, зеленый. Ну, сейчас я даже не знаю, здесь, ну, мне кажется, можно не ждать уже. Пятеркин. Ну, хотя бы вот этих еще выловить. Так, красный. Нет, тройка. Так, ну, давай, Рубин. Так, красный, ну-ка. Ну, тройка новая, хорошо. Так, синий, Милена. Нет. Ну-ка, давайте сюда прокрутим. Хотя там, в принципе, смотреть-то нечего. Так, ну, давай, Рубин. Давай, давай. Идь. Не. Ну, две пятерки за X30. Это... Это фантастика, конечно. Если выпадет. Так, зеленый, Токсикандр. Так, опять зеленый. Понятно. Так, там сколько? Три призыва еще. И можно будет забрать Гарант. Так, зеленый опять. Чего-то зеленых много. Красный, ну. Нет, четверка. Опять красный, ну давай. Понятно, так. Заходим сюда, ну и забираем Вэллу. Отлично. Так, ну давайте продолжим. Еще 13 призывов. Так, фиолетовый. Понятно. Ясно, чуть-чуть призывов. Ну давай, Рубин. Синий. Так, ну что-то одни зеленые. Так, ну она уже была. В принципе, неплохая тройка. Так, фиолетовый. Пошли ивентовые. Опять фиол. Понятно. Шесть призывов. Шесть призывов. Не, все. Рубина не будет. Походу. Синий. Четверка. Так, красный. Ну давай. Не, опять горми. Ну, четверки, смотрите, пошли. Зеленый. Четверки идут и еще один призыв. Ну давай на последнем. Токсикандру. Не, опять. Опять эта тройка так. Ну здесь понятно. Понятно. Ну что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok